Ну что, дорогие мои, всем огромный привет! Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать себя на моём канале. И сегодня я снимаю новое видео, которое я хочу посвятить, естественно, страшной истории, как вы поняли по этому прекрасному фону. Давно я не снимала подобные видосы, и вы по ним очень сильно соскучились. И давно, кстати, не напоминало вам о том, что у меня есть своя собственная книжка страшной истории от Карины Аракелян, которую вы можете приобрести на Wildberries, в книжных магазинах, по ссылочке ниже в описании. И в целом читать оттуда истории, которые я написала для вас, пока мои новые страшные истории ещё не вышли на моём канале, а вы все предыдущие пересмотрели. Тут все истории новенькие, реально страшные, и я очень долго готовила эту книжечку для вас, поэтому хочу, чтобы каждый мой подписчик, в особенности тот, который любит смотреть страшные истории от меня, прочитал оттуда просто всё. Поэтому обязательно, дорогие мои, приобретайте эту книжечку. На сегодняшней истории со мной поделился мой подписчик Илья. Чтобы вникнуть в эту историю и вообще понять суть, мне пришлось перечитать её где-то раза четыре, потому что текста реально было очень много, вот. Но история действительно интересная, я попытаюсь её максимально сжать, чтобы уместить хотя бы в 15 минут этого видео. Не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал, если же вы до сих пор этого не сделали, потому что не подписавшись, вы пропустите очень много всего интересного, и будете натыкаться на мои видео ещё не один раз. Вот колокольчик на него, только ниже. Нужно нажать, чтобы смотреть мои ролики первыми и не пропускать примеры. А я знаю, что вы не любите, когда я долго была болью, поэтому мы можем приступать к страшной истории. Поехали! Илья поделился со мной этой историей на тот момент, когда жил со своими родителями в действительно очень старом посёлке, где были старые дома. Жили в основном пожилые люди. Посёлку действительно очень много времени, и он ещё со времён, наверное, 90-х, блин, существует даже. Тогда, когда этот посёлок ещё не был сформирован как посёлок, там уже были построены некоторые дома, потому что продавались участки, и просто были, как бы, построены несколько домов, которым прям максимально много времени, и они старше остальных домов, которые потом понастроились и превратились в посёлок все вместе. В общем-то, произошла такая очень странная ситуация, очень страшная история, которую в целом можно назвать легендой. Эта легенда до сих пор ходит по этому посёлку. Ну и этой легендой поделился со мной как раз-таки Илья. У них был один единственный дом, который максимально странно выглядел. Он был огромный, с большим таким участком. И всё выглядело настолько жутко, что все люди, которые проходили мимо этого дома, боялись даже приблизиться на метр к нему, тем более он охранялся, хотя в доме никто не жил. Рядом с этим домом стоял такой маленький-маленький-маленький деревянный домик, в котором жил охранник лет 80, и он охранял этот дом так, как, я не знаю, свою семью, самое дорогое, что у него на свете есть. И даже когда люди проходили мимо этого дома ночью или вечером, охранник светил из окна фонариком, чтобы люди понимали, что дом, который стоит рядом, охраняется. И вот однажды папа Ильи на день рождения этого, так сказать, охранника решил подарить ему пару бутылочек алкогольного напитка. Ну и, соответственно, пошёл его поздравлять, потому что, как-никак, они были почти соседями и постоянно проходили мимо, да и пару раз сосед же не постоянно находился в своём деревянном домике, а гулял около него или сидел на лавочке, здоровался с ними. Поэтому папа Ильи решил его, так сказать, задобрить. И вот именно в этот день этот мужчина поделился легендой, почему же он охраняет этот дом, что в нём произошло, какая история была. И после того, как этот мужчина поделился данной легендой, всё-таки развеялись слухи, которые ходили по всем жителям данного посёлка и подтвердились, потому что там кто-то говорил, а, там раньше жила семья, у которых умер сын, вообще какой-то кошмар происходил, но семья Ильи в это всё не верила, пока сам этот мужчина не рассказал эту историю. И семья Ильи в этом убедилась и как бы поняла, что всё это оказывается правда. В общем, легенда такова. Даже не то, чтобы легенда, а реальная история, которой поделился этот дедушка, который охранял дом. Так вот, в этом доме жила семья. Мужчина, которому было лет 45, девушка лет 36, и их младший сын, которому было где-то, ну, лет 8, что ли, прям ребёночек-ребёночек. Такой миленький, знаете, возраст, прям малыша. Ну, такого уже почти повзрослевшего малыша, который вот-вот собирался идти в школу, правда, с небольшим опозданием, как раз-таки в этой деревушке. Где-то 50 лет назад эта история произошла. Совсем забыла вам сказать. Так вот, произошёл несчастный случай, и этого ребёнка, к сожалению, не стало. Его сбила машина, когда родители решили выбраться в город, и не уследили за своим ребёнком, как его просто резко не стало. Родители очень долго переживали это горе, потому что ребёнок просто с парка выбежал на дорогу, и на большой скорости его сбила машина. К огромному сожалению, я искренне соболезную. Вот. И родители капец как долго переживали это горе. Уже начали потихонечку сходить с ума, обрыли весь интернет, что делать, как сделать так, чтобы хотя бы ребёнок во снах снился, потому что они никак не могли его отпустить. И происходили постоянно какие-то странные вещи. То ли у родителей уже ехала крыша, то ли что. Но они оба чувствовали присутствие ребёнка. Хоть и прошёл уже месяц после его смерти, они до сих пор не могли отойти и чувствовали присутствие ребёнка дома. Как мне написал Илья, родители решили спустя некоторое время нарыв в интернете обратиться к кое-какому кукольнику, который пообещал вернуть воспоминания, связанные с ребёнком, то, что они будут видеть своего ребёнка, и то, что он может восстановить энергию и сущность, так сказать, этого человека, при этом, если ему принесут, естественно, большую сумму денег, несколько вещей этого ребёнка, которые он уже носил, и назовут его любимые увлечения, которыми он занимался. Так вот, родители, конечно, не особо верив в это, думали, что хотя бы чуть-чуть энергетик ребёнка они смогут сохранить, и кукольник сделает самую вот такую настоящую куклу из-за вещей, которые они принесли, и в целом родители смогут как-то хотя бы нянчиться с куклой, что ли, да, у них вот прям настолько была травма, это был их единственный ребёнок, и они так сложно всё это переживали, что в интернете норили этого кукольника. Очень дорого стоил приём, если переводить в рубли, около, наверное, 300 тысяч. Это очень много, потому что этот человек прям славился тем, что он может восстановить энергетику людей, и как раз-таки в том месте, где, в частности, находился ребёнок, или тот или иной человек, которого больше нет в живых, именно там вы сможете видеть его ожившего, держав при этом куклу в руках, но смотрев на настоящего ребёнка. Но как только вы выходите за порог своей квартиры, или за порог того помещения, где он создал эту куклу, а ребёнок превращается просто в куклу, и все окружающие видят этого ребёнка как куклу. Но ребёнок оживает для этого человека только в пределах того места, где он находился или где был создан. Надеюсь, я правильно объясняю. Ну и, в общем-то говоря, мои дорогие люди, кукольник забрал первую часть их денег, родители до конца полностью в это всё не верили. К нему была огромная плотная запись, но он не славился своей популярностью, то есть люди к нему записывались, ему хватало денег, и он говорил, что ещё ни разу никто ему деньги не возвращал, и все были действительно довольны. Так вот, спустя буквально пару недель родители приходят к этому кукольнику и видят куклу Вуду, ну, да и создают специально кукол с энергетикой, людей, там где их волос, кстати, нужно было ещё принести волос этого малыша, а мама его постоянно любила расчёсывать, и как бы, чтобы вы понимали, у него была такая шевелюра 8 лет нормальная, как бы волосы на расчёске, в принципе, остались. Да и на одежде, там, если поискать, можно было, в принципе, найти. Короче, видят они куклу с пуговицами вместо глаз, с очень странной нарисованной улыбкой, с футболкой на этой кукле, которую носил этот мальчик, в общем-то, с прикреплёнными иголкой волосами к определённому месту на голове. И мальчик очень любил играть, не знаю, как это называется, то ли баскетбол, нет, то ли, короче, перчатка специальная, чтобы ловить мячик. И мальчик постоянно любил играть в эту игру, родители принесли ещё и эту перчатку, эта перчатка была приделана к этой кукле. Так вот, мама умершего ребёнка, увидев эту куклу, сразу почувствовала энергетику сына и подбежала, сразу же попробовав взять эту игрушку себе на руки. Ну и как вы думаете, что произошло? Соответственно, ребёнок в её глазах сразу же оживает. Она видит своего сына, она начинает прыгать, радоваться, кричать. «Привет, мой любимый сыночек, как ты? Как у тебя дела? Я так по тебе соскучилась». Держит его вот так на руках. А для мужчины, для её мужа, выглядит это так, как будто бы она просто держит куклу. Чтобы вы понимали, да, только она, держав ребёнка в руках, видит настоящего ребёнка уже, а не куклу. Ну и, соответственно, этот кукольник попросил вторую часть денег, девушка сразу же отдала, мужчина в это всё не верив, посмотрел, типа, как-то так они что прикалываются, как она, держав куклу в руках, начала разговаривать, как будто бы увидела своего сына. И мужчина решил подойти к этой кукле, хотя бы потрогать её за руку, и мигом этот ребёнок чудом сразу же превратился в настоящего. И отец смог увидеть ребёнка, который находится у матери на руках. Он очень удивился, понял, что тут, конечно, что-то неладное. Начал говорить, «Так, подожди, но этого просто быть не может. Как это из куклы ребёнка превращается сразу в настоящего? Ну, как это вообще, в общем, возможно?» Ну, мама, не раздумывая, эта девушка решила сразу же отдать вторую часть суммы денег и сказала огромное спасибо. Но перед этим мужчина их предупредил, что проводить время с этой куклой дома вы можете не больше получаса. У вас есть вот такие часы, знаете, песочные, которые переворачиваешь, и можете играть с этой куклой только полчаса. Иначе дальше вы потеряете свой рассудок. Вы можете просто-напросто сойти с ума, потерять свой какой-то вообще образ жизни и останетесь с этим ребёнком навсегда. Так вы и потеряете голову, в общем-то. Вас никто уже не спасёт, и ничего с этим сделать у вас не получится. И как вы думаете, что происходило? Они пришли с этой куклой домой. Ребёночек сразу ожил, они перевернули часы. Ребёнок начал как-то на руках сидеть, мама начала с ним постоянно разговаривать. Первые три дня у мамы получалось сохранять время и находиться в этих рамках, нянчившись с ребёнком буквально полчаса, по часикам песочным, а потом она убирала эту куклу в ящик. И в общем так, эта кукла могла существовать бесконечное количество времени в этом доме. В другой квартире уже бы не было энергетики сына, и там бы она уже не работала. Так что вот, чтобы вы понимали, эта женщина, мама умершего ребёнка, но владевшая этой куклой, вместе со своим мужчиной, постоянно играли по полчаса. Прошло ещё три дня, они вроде бы справлялись, ещё три дня, и женщина начала потихонечку сходить с ума. Ну и произошла максимально страшная история, о которой вы поймёте чуть-чуть попозже. Для начала я вам расскажу, чем же это всё в итоге закончилось. Девушка постоянно проводила время с куклой, не обращала внимания на мужчину, постоянно в доме было не убрано, некрасиво, неаккуратно, постоянно нянчилась с этой куклой. И чтобы вы понимали, всё, девушка потеряла рассудок, всё. На эмоциях она разбила часы песочные, которые вовсе уже не существовали, посуда была грязная, везде валялись вещи, и мужчина просто, уже не имев никакими силами, спустился со второго этажа на первый, видит такую картину. Сидит его жена, которая кормит настоящей кашей куклу. Ну, в его глазах это выглядело так. Для этой девушки, соответственно, она кормила живого ребёнка. Она сидит и кормит кашей. Всё лицо этой куклы грязное, сзади немытая посуда, ползают везде тараканы, окно открыто, где-то что-то разбито, где-то валяются какие-то вещи. Но она не обращает просто внимания на своего мужа, на что он говорит. Ты понимаешь, что мы просто потеряли себя? Я не понимаю, что случилось, зачем мы это всё делаем? Ты обещала, что мы не будем из-за этого сходить с ума. Давай, пожалуйста, пойдём и отнесём этого ребёнка в тёмный ящик. Всё. На что эта девушка, его жена, просто смотря на него как на глупого, буквально на две секунды оторвавшись, спросила, куда, в чёрный ящик, я не отнесу туда своего ребёнка. То есть она прям сошла с ума, держа в руках куклу, соответственно, для неё-то это выглядело как настоящий ребёнок. Мужчина разозлился. Он говорит, ты не понимаешь, это не настоящий ребёнок. И всё это происходило прямо на эмоциях. Она говорит, что ты говоришь, это наш сын, посмотри, это наш сын. А для него это выглядит как кукла вся растрёпанная, вся жизнь уже помотанная в каше, вся вонючая, потому что она же ребёнка ещё и купала. И, в общем, это игрушка сырая, вонючая, уже просто жизнью потрёпанная. И мужчина, короче, решает просто уже вывести девушку с этой куклой на улицу наконец-то и показать, что не существует этого ребёнка, что он не настоящий, чтобы она увидела наконец-то за порогами дома, что ребёнок не настоящий. И что вы думаете происходит? Происходит самое интересное, из-за чего я и решила рассказать и поделиться с вами этой историей. Мужчина выводит силой, со всей силой мать на улицу, хотя раньше он не пытался этого сделать, потому что она кричала, сопротивлялась, а тут он собрал свои силы в кулак и просто выпихнул. Мать с ребёнком не настоящим на улицу. И что вы думаете происходит? На улице мужчина видит женщину, куклу, мягкую куклу, да-да-да, куклу в виде женщины, которая за ручку привязана к плюшевому, мягкому ребёнку, чтобы вы понимали, да? Картина маслом. Мужчина выпихнул вроде бы живую девушку с ребёнком на улицу и понимает, что этот мужчина сам сошёл с ума, потому что на улице он увидел, что нет ни жены, и нет ребёнка. Вместо жены плюшевая игрушка в виде куклы Вуду, также с вещами его бывшей жены. Ну и тот самый мальчик. Просто игрушки. А теперь рассказываю, как это всё было на самом деле. Как только проходило полчаса, родители нячились с этой игрушкой, вернёмся, да, на несколько минут назад. Они справлялись, но со временем муж начал понимать, что его жена сходит с ума и уже больше получаса проводит времени с ребёнком. Муж силой отобрал эту плюшевую игрушку у своей жены и спрятал туда, не зная куда. То есть он спрятал, а жена не понимала, где её сын. На самом деле плюшевая игрушка. И от того, что она уже потеряла рассудок и проводила с ребёнком больше на 10, на 15 минут времени, чем положено, она просто вскрыла себе вены. И мужчина от того, что начал сходить с ума, что он потерял и ребёнка, и жену. С ребёнком-то он мог проводить время, да, жены уже не было, она вскрыла вены из-за того, что сошла с ума. Он пошёл к этому кукольнику и попросил сделать куклу ещё и из жены. Заплатил огромную сумму денег, у него больше ничего не осталось, он привёл этих двух кукол домой. Естественно, сошёл с ума и только дома, без часов, без определённого количества отведённого времени, да, на этих кукол проводил с ними целые дни и просто уже сходил с ума. То для него это выглядело так, что да, она нянчается с ребёнком, похожим на куклу, да, она не убирается, ничего, но вы представьте эту картину. Мужчина выбегает на улицу и понимает, что да, это он, оказывается, сошёл с ума и что после той ситуации с ребёнком он потерял ещё и жену, которая сошла с ума и не могла проводить с ребёнком около получаса, проводила лишь больше и скрыла вены из-за того, что мужчина спрятал куклу в ящик. И его мозг запрограммировал эту всю картину самостоятельно. Так и работает магия, чёрная магия, всё, что связано с куклами, с куклами Вуду, с энергетикой людей. В итоге этот мужчина тоже покончил жизнь самоубийством. И в этом доме его нашли уже мёртвым, без сына, без мамы, просто с двумя мягкими игрушками. С мягкой мамой и с мягким ребёнком. Ну и настоящий мёртвый мужчина. С этих пор об этой ситуации узнал дедушка, папа этого мужчины. И он решил охранять этот дом, пока жив, чтобы, не дай бог, люди, зайдя в этот дом, не заразились какой-то странной энергетикой. А эта энергетика очень заразная, и она могла перейти как-то другим людям, да? Люди тоже могли как-то начать сходить с ума. Ходили слухи, да? Жёсткие слухи. И вот как раз-таки отец вот этого мужа, который умер и сошёл с ума, до сих пор охраняет сейчас в этой деревне этот дом. И как только он поймёт, что его жизнь уже подходит к концу, он просто потребует, чтобы этот дом сносили. Но этот мужчина, у него тоже какие-то проблемы, которому вот 80 лет исполнилось. Или 81, не помню. Он говорит, что там энергетика моей семьи, там энергетика жены моего сына, там энергетика моего внука. И я помню, какие они были счастливые, и как они потихонечку начинали сходить с ума, звоня мне по телефону и говоря, что у них есть кукла, которая превращается в настоящего сына, а его уже не было в живых. И в общем, отец Ильи, он просто охренел, услышав эту историю, и просто ушёл. Как бы, ладно, я понял, до свидания. Рассказал это всё Илье, своей семье. Ну и в общем-то, они сейчас уже планируют как можно скорее переезжать из этой деревушки. И в принципе, там уже мало кто живёт. Но Илья один раз ещё обратил внимание на то, как соседка в соседнем доме в окне ходит вот так вот в руках с какой-то куклой с рыжими волосами. И возможно, эта женщина тоже уже потихонечку начала сходить с ума, потому что она тоже недавно потеряла ребёнка и как бы начала ходить с куклой, но она была в курсе о легенде об этой. В общем, это какой-то самый настоящий трэш. Я говорю же, мне пришлось пересчитывать историю где-то четыре раза. Я надеюсь, мне удалось донести её так, как она для меня выглядела. А теперь, ребятки, я вам скажу, что ещё к этой истории, к этой легенде специально ещё и есть короткометражка, которую вы можете посмотреть по ссылочке ниже в описании. это не реклама, просто я реально видела эту короткометражку после того, как ей поделился со мной Илья. Я, конечно, Илье не до конца верю, что эта история произошла конкретно с ним, но эта короткометражка уже давным-давно существует и ходят слухи, что эту короткометражку сделали специально на реальных событиях от этой истории, которая произошла в этом посёлке. Поэтому просто посмотрите ещё и в картинках эту историю в виде фильма по ссылочке ниже в описании. но это, конечно, самая настоящая жесть. Ой, самый настоящий трэш. Всё, я уже устала разговаривать, в общем, я в шоке. Хочу сказать вам огромное спасибо за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь, смотрите короткометражку по ссылочке ниже в описании, приобретайте мою книжку со страшными историями тоже по ссылочке ниже в описании. Ну а я вам желаю хорошего времени суток и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok